Этим летом будет ровно год, как я регулярно стала работать с терапевтом. И я думаю, мне есть что рассказать. Привет, мои хорошие! Я очень рада и удивлена, что вам нравится формат подкастов. Правда. С моей историей терапии у 22 года, мне кажется, я могу снять десяток таких видео, если вы захотите. У меня есть блокнот, где каждый месяц на протяжении года я выписывала важные вещи для себя. Но сегодня я хочу рассказать про самые основные и фундаментальные. Начнем? Абсолютно любая ваша проблема, тревожность, апатия из-за того, что вы мыслями находитесь либо в прошлом, либо в будущем. Я хочу, чтобы вы это услышали, потому что это очень классный лайфхак, чтобы быстро приводить себя и свои мысли в порядок. Сейчас вы смотрите это видео. Вы сосредоточены на информации, которую я говорю. Есть эта секунда. И это. И это. Страх будущего и неизвестности. Что будет со мной через год? Где я буду через год? Чем я буду заниматься? Вы находитесь в будущем. Сожаление о том, что вы перестали общаться с каким-то человеком. Вы находитесь в прошлом. Ни того, ни того в данный момент нет. Все, что у вас есть, это данная минута, данная секунда. Все. Знаете эту фразу? Без прошлого нет будущего. Но мало кто действительно говорит о настоящем. Мало кто в мыслях действительно находится в настоящем. Мы либо чего-то ждем, либо находимся в каких-то старых воспоминаниях. И для меня фраза «без прошлого нет будущего» она не о том, что нужно его постоянно помнить. Это просто то, что сделало вас настоящих. То, что повлияло на вас настоящих. Не стоит там жить. Этого просто нет. Так же и с будущим. Пару недель назад я ездила с подругой отдыхать в Италию. И мы ехали на ужин, и она прям видит, что я чем-то загрузилась. Вот я прям сижу, и я в каких-то мыслях. Она сказала мне, подумай об этом, когда закончится отдых. Знаете, Бог, Вселенная, я не знаю, какой вер вы придерживаетесь, говорит с нами через людей. И самое плохое, что находясь в прошлом, либо в будущем, вы упускаете очень много классных состояний сейчас. По итогу все сложилось наилучшим образом, и по факту решилось само собой. Лучшее решение многих трудностей приходит по наитию и по зову интуиции. Но это можно услышать только опять же, находясь в моменте сейчас. Пока мыслями я думаю о работе, об учебе. Я все еще на работе или на учебе. Психику не волнует, лежите вы в горячей ванне, готовитесь ко сну, либо отвечаете на имейлы. Пока вы мыслями находитесь на учебе или на работе, вы все еще там. Вне зависимости, получаете вы физический результат от этого или нет. Многие вещи мы не видим, не замечаем. Если вы когда-то интересовались квантовой физикой, вы знаете, что то, что мы можем пощупать, либо увидеть, это только 10% от всего мира. И когда мы думаем, что что-то не имеет последствий, это ложь. Потому что каждая мысль, каждое слово, каждое состояние, каждое действие имеет последствия. Что-то кардинально меняет вашу жизнь в момент. Что-то постепенно вас ведет к абсолютно другому состоянию. Хроническая усталость — это настоящий бич нашего времени. При том, что жизнь вроде как с каждым годом становится легче. Развивается искусственный интеллект, разрабатываются роботы, которые перенимают часть человеческой работы. Но эмоциональное состояние людей с каждым годом буквально становится все более и более подавленным. Качество нашей жизни зависит от качества нашего состояния. Качественный отдых — это тишина и закрытые глаза. Это не пролистывание ленты в соцсетях. Это не посиделки с друзьями, где вы обсуждаете других людей и все на свете. Это не вечеринки, это не алкоголь. Это все не оно. Все перечисленное — это в большей либо в меньшей степени нагрузка на вашу психику. Многие последние пару лет стали использовать медитацию, и каким бы скептиком вы не были, сколько бы раз вы это не слышали. Вот я говорила, что мир говорит с нами через людей. Вот пускай это будет вашим знаком, чтобы вы это попробовали. Хотя бы один раз. А если пробовали до этого, попробовали еще раз. Вначале это непонятно и иногда странно, но это то, что имеет накопительный эффект. И это работает. Правда работает. Просто спустя определенный промежуток времени. Навык быстро принимать решения и делать выбор. У меня работает установка. Первое, что придет мне в голову, это и является правильным. Да, вот так вот все просто. Вы можете учиться этому на мелких вещах. Например, вы приходите в кафе, вы заказываете первое, что попалось вам на глаза. Вы заходите в магазин с одеждой, вы берете первое, что вам понравилось. Вы не думаете миллион лет нравится, не нравится, брать, не брать. На самом деле вы изначально уже знаете ответ. Нравится вам это, либо нет. Вы знаете. Я делаю выбор, исходя из своего внутреннего ощущения и желания. То есть я четко понимаю. В данный момент я хочу и мне нужно это. Все. Вопрос закрыт. Я не углубляюсь в анализ, потому что как только мы начинаем анализировать, у нас включаются какие-то установки, ограничения. Когда мне предлагают сложный проект на работе, я не думаю сто лет, осилю я, не осилю, смогу, не смогу. Я быстро пробегаюсь по условиям и мне либо это откликается, либо нет. Все. И из этого я делаю свой выбор. Очень быстро. Интуиция и внутренний голос никогда вас не обманут. Им нужно доверять. Им нужно учиться доверять. Я не должна делать свою жизнь интересной. Вместо этого я должна взращивать свою заинтересованность в жизни. Интересная жизнь и заинтересованность жизни. Чувствуете эту разницу? Когда у вас внутри нет заинтересованности, какие бы планы вы ни строили, какой бы насыщенной вашей жизни ни была, для вас это останется монотонной, скучной, однообразной жизнью. Знаете, вот прекрасный пример с маленькими детьми, которые каждый день гуляют на площадке. Им интересно буквально все. Буквально все. Мне кажется, по этой причине многие в детстве пробуют песок и едят листочки акации. Я, кстати, тоже так делала, и, наверное, поэтому я хожу к психологу. Но сам факт, их жизнь не заполнена ничем. Их жизнь полностью подвластна родителям и их решениям. Как они проведут сегодняшний день, что они будут есть. Но это не мешает им быть заинтересованным в каждом своем дне. Когда мне было 14 лет, я впервые провела свое лето абсолютно одна. Все мои друзья разъехались, и, честно, я думала, что это будет самое отвратительное лето в моей жизни. Если вы смотрели мои видео про похудение, то именно в то лето у меня появился интерес к питанию. Именно в то лето я взялась за учебу. У меня был интерес буквально ко всему. Жизнь будто бы как-то ограничила от всего, что меня отвлекало, и я просто взялась за себя. В полном объеме этого слова. Это просто подтверждение того факта, что если у вас нет внутри этой заинтересованности, что бы ни происходило вокруг, вы не будете испытывать абсолютно никакой радости от происходящего. Сначала идет то, что внутри, а потом уже то, что снаружи. С нами на самом деле происходит не то, что мы заслуживаем, а то, во что мы верим, что заслуживаем. Существует такое понятие, как рамки мышления. Особенное внимание я хочу уделить сфере профессиональной деятельности. Здесь я хочу отдать должное своему папе, потому что с детства мне не разрешали недооценивать свои навыки и таланты. Но общаясь с разными людьми, я все чаще и чаще убеждаюсь, насколько ограничены у них убеждения по поводу выбора своей профессии и предназначения в целом. Это все упирается в навязанные обществом установки и видение только одного пути. Школа, универ, работа по найму, какое-то там продвижение по карьерной лестнице и пенсия. Подумайте о своих амбициях. Вот что вам первое сейчас пришло в голову? Какую пользу вы можете принести миру и обществу? Что первое пришло вам сейчас в голову? Не анализируйте это, потому что как только вы включаете анализ, вы включаете те самые установки. Поймите, что каждый из вас может что-то этому миру дать, и за это будет своя цена. Мы живем в удивительное время возможностей. Каждый может подобрать себе коллектив, профессию по своим интересам. Стоит лишь чуть-чуть озадачиться. Сейчас есть ряд классных и высокооплачиваемых профессий, и не везде обязательно знать математику, либо уметь программировать. Если вас интересует работа онлайн, но вы не знаете, с чего начать, приходите на бесплатный прямой эфир онлайн-профессии от онлайн-университета SkyPro. Они расскажут, можно ли перейти на удаленку в этом году, и поделятся работающими секретами, чтобы найти работу мечты. На марафоне вы узнаете о шести самых востребованных онлайн-профессиях, где нужно и не нужно программировать. Выполните реальные задачи и сможете понять, какая профессия больше вам подходит. Узнаете, реально ли новичку без опыта гарантированно перейти на удаленку в IT в этом году. Каждый участник получит полезные подарки. Так что скорее регистрируйтесь по ссылке в описании, либо по QR-коду. И выходите за рамки своих установок. Никогда и никому не позволяйте собой манипулировать. Самая страшная манипуляция, что ее очень сложно иногда считать. Немного отойдя от темы, но каждый человек, абсолютно каждый, всегда действует из своих побуждений, из своих собственных потребностей. Я хочу, чтобы вы просто это помнили. Так делаете вы, так делаю я, так делает каждый человек на планете. Это нормально. Люди, у которых есть синдром спасателя, которые везде всем стремятся на помощь, делают это ради поднятия своей же самоценности. Проблема манипуляции в том, что она побуждает сделать вас то, что абсолютно не в ваших интересах, подкрепляет и чувством вины. И манипуляция не всегда очевидна. Игнорирование — это манипуляция. Фразы «Я думала, ты лучше» — это манипуляция. Фразы «Ты неблагодарная» — это тоже манипуляция. В целом, общество, нормы, люди, которые заставляют чувствовать вас, что с вами что-то не так, и развивают в вас комплекс неполноценности — это манипуляция. Потому что как только человек хотя бы на секундочку начинает сомневаться в себе и думает, что с ним что-то не так, им становится очень и очень легко управлять. Я очень хочу, чтобы вы это помнили и умели это считывать. И раз уж мы заговорили про чувство «со мной что-то не так», этот вывод делается из мнения одного, очень важного, но одного. Максимум группки людей. Максимум. На этом перечень людей, которые считают, что с вами что-то не так, собственно и заканчивается. И появляются эти мысли. «Мне нужно измениться», «Мне нужно то», «Мне нужно сё». Вы не должны меняться ради кого-то. Я скажу это в миллиардный раз. И точно так же вы не должны заставлять кого-то измениться. Это самые типичные сценарии из диснеевских мультиков, которые посмотрела каждая девочка. И это мультики, которые я никогда не покажу своему будущему ребёнку. «Я изменюсь», «Я кого-то изменю», «Я сделаю кого-то лучше». Вы меняетесь ради себя, когда готовы измениться. И точно так же меняется другой человек, когда он готов измениться. Каждый человек в первую очередь меняется ради себя и ради своей жизни. Если вам не даёт покоя какая-то ситуация, и вы постоянно прокручиваете её в голове, психологи называют это незакрытым гештальтом. Но что это даёт нам? В той ситуации, в том человеке, в том временном промежутке, о котором вы думаете, есть что-то, чего у вас нет сейчас. То, чего вам не хватает сейчас. То, что вам нужно иметь в своей собственной жизни. И эта ситуация по факту была дана, чтобы вы это нащупали. Чтобы вы поняли, чего вам не хватает. Какая-то эмоция, какое-то чувство. Маленький спойлер, но мы в действительности никогда не скучаем по определённому человеку. Мы всегда скучаем по воспоминаниям, по чувству, которые мы рядом с этим человеком испытывали. Задайте себе вопрос. Что это за чувство? И как я самостоятельно могу его получить? Что мне нужно сделать, чтобы это чувство прочувствовать снова? Лично в моих случаях это было чувство адреналина. Абсолютно всегда. И как оказалось, адреналин можно получить от миллиона других занятий. Наше сознание с нами не спорит. Оно всегда соглашается и принимает. И я хочу, чтобы вы это помнили в ситуациях, когда вы как-то мельком говорите себе, какая я глупая, какая я некрасивая, какая я страшная. Перестаньте, пожалуйста. Разбили случайно кружку? На счастье. Ошиблись где-то, завалили тест? Ну, окей, всё, было, прошло, идём дальше. У меня есть такое сильное желание, чтобы девушки научились разговаривать с собой мягко и с уважением. Что нужно для этого сделать? Что? Всё, что вы говорите себе, абсолютно всё. Всё имеет значение. Учитесь относиться к каким-то вещам проще. Но вы не заслуживаете того, чтобы самостоятельно разговаривать с собой грубо. Услышьте меня. Никогда ни о чём не жалейте. Вот просто примите тот факт, что в какой-то момент своей жизни вы поступили наилучшим для себя образом на тот момент. Ключевое слово на тот момент. На тот момент. Меня очень забавляет вопрос, а что бы ты сделал, если бы можно было отмотать время назад? Вот когда придумывают машину времени, вот тогда мы об этом поговорим. Не бывает ненужных встреч, ситуаций, людей. На данный момент в вашей жизни всё так, как должно быть. Абсолютно всё существует для нас как потенциальная возможность. Абсолютно всё. Трудности, ошибки, что угодно. Это есть потенциальная возможность. Психика не любит пустоты. Когда вы избавляетесь от чего-то, вам нужно это заменить. Вы избавляетесь от привычки. Вы должны заменить её чем-то другим. Вы избавляетесь от человека. Внимание, пожалуйста. Вы заменяете не человека. Вы заменяете время, которое вы проводили с этим человеком. Теперь вместо этого промежутка дня вы идёте читать, гулять, смотреть любимые фильмы. На ваше усмотрение. Важный момент. Вы изначально в голове должны обозначить, что именно вы заменяете и на что. То есть не просто, допустим, допустим, я решила отказаться от кофе. Я отказываюсь от кофе, но вместо кофе я пью воду, чай, сок, сплю на 15 минут дольше. Я заменяю что-то на что-то. То есть не просто пускаю это на самотёк. Вот как-то этот промежуток времени заполнится, эта привычка как-то заменится и как-то там сложится. Нет. Я заменяю это на это. Вместо этого приходит это. Я самостоятельно обозначаю, что и на что я заменяю. Дисциплина имеет накопительный эффект. Это причина, почему у многих не получается заменить свой распорядок дня, свою рутину. И почему мы иногда ночью выписываем вот такой вот план дел на следующий день, а по итогу выполняем ровно ноль. Когда я начну учить итальянский, абсолютно новый язык для меня. У меня было два урока в неделю. Без домашки, без дополнительных заданий. Просто два урока. Домашку я добавила уже через месяц занятий. Ещё раз. Когда я иду в зал после длительного перерыва, я хожу туда два раза в неделю. Не каждый день по 10 часов. Два раза в неделю. Когда я хочу просыпаться раньше, я не ставлю будильник на 4 утра, когда я привыкла просыпаться в 10. Я ставлю его на 9. На 8. Улавливайте суть. Дисциплина не появляется за ночь. Она не появляется за неделю, за месяц. Это набор маленьких шагов. Не все дела нужно доводить до конца. Я думаю, многим это говорили бабушки, дедушки, родители. Если начинаешь, доделывай. Дочитывай книгу. Досматривай фильм. Заканчивай полное высшее образование. Вы должны понять одну простую вещь. Мы живём в абсолютно другое время. Многие вещи, которые внушали нам родители, утратили уже свою актуальность. Это факт. Они говорят это не потому, что хотят вам как-то навредить, либо сделать хуже. И родители и родные это в принципе единственные люди на планете, которые даже если несут вам какой-то вред, никогда осознанно не хотят вам навредить. Как бы парадоксально это ни звучало. Просто это их видение. Их правила. Не ваши. Не ваши. Жизнь стала намного быстрее. Даже за последние 10 лет мир кардинально изменился. И пока вы тратите время на доделывание дел, которые не несут никакой пользы, и которые по факту вам никак не нужны, кто-то строит свою жизнь в соответствии с новыми правилами. И каждое следующее поколение будет создавать новые правила. И наша задача их как можно скорее улавливать и применять. Умение адаптироваться и быть открытым новому сейчас самый-самый востребованный навык. Развитие — это педаль газа. Если вы в какой-то сфере застопорились, найдите то, где вы можете что-то улучшить. Энергия находится там, где развитие. Когда мне нужно что-то делать, но мне надоело, допустим. Я внедряю что-то новое. Мне надоело ходить на тренировки. Я иду на абсолютно новый вид занятий, который я раньше никогда не пробовала. Я набрала гору проектов. Я буду искать новые шаблоны, новые шрифты, новые приложения, новые инструменты, которые я могу использовать в работе, которые улучшат мой навык. Я будто бы опережаю выгорание, и поэтому, наверное, я с ним не сталкиваюсь так часто, как остальные люди. Потому что я всегда пытаюсь внедрить что-то новое. Уверенность в завтрашнем дне не зависит от человека, который рядом с вами, от работы, на которой вы работаете, от квартиры, в которой вы живете. Это все может меняться. Очень много раз за всю жизнь эти факторы могут меняться. Поэтому я за то, чтобы вы никогда не опирались на это. Уверенность в том, что у вас никогда не заберут. Это ваш характер, ваши навыки, ваше самообладание и ваше умение выходить из любого состояния. Это называется внутренняя опора, и она с вами на всю жизнь. Берегите ее. Я вас люблю.